Что такое особый статус, статус, о котором много говорят, и как живется сейчас в буферной, ну, в простонародье серой зоне, все это выяснял Ярослав Кричко. Между Мариуполем и Новоазовском, если ехать в ту сторону, обязательно встретишь украинских военных, а за тем поворотом уже стоят террористы. Здесь серая зона, так теперь называют поселок Широкино. У нас никого нету. У нас никого нету. У нас только председатели. Мне уже пенсию не платят, потому что я нахожусь в АТО, или как оно называется? АТО. Матьки, вот так. На здании сельсовета нет флага. Власть в селе меняется часто. 98% Широкинских пролазовало за ДНР, за независимость, да, это правда, да. Но мы все равно, мы хочем быть в составе Украины, мы хочем быть в составе Украины. Нам все равно, хоть та власть, хоть та власть. Нам лишь бы и было тихо. Последнюю неделю в селе действительно тихо, но страшно. И ДНРовцы предупредили, что по ночам, по ночам, по селу не ходить. Возможно, мародерство, возможно, разведка и так далее. Будем стрелять на поражение. А мы вот работаем. А там, может быть, час сделаю, а при это самое разрушат и все. Олигархи, они, наверное, вот это свои деньги обмывают. И вот это же воюет. А это они между собой те и те, и те не хотят отдать, и те не хотят отдавать свое. Вот и все. Что тут у нас, вот эти олигархи, сейчас развелось, ворюх, ворюх в законе. И постоянно вот эти упреки, что мы убыточны, что мы не можем себя сами, ну, обеспечить. Ну, тогда оставьте нас в покое, оставьте. Раз мы такие плохие, бросьте нас. Мы как-то будем сами выковыриваться. Я хочу, знаете, что? Передать нашему руководству. Ну, урожай. Пусть сварят кашу они. Из этой каши. А руководство какое? А я не знаю, какого там руководства. Куда вы сможете дать? И пусть с этой кашей порешают все вопросы положительные для нашей страны. Ярослав Кречко, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телекнал Интер. Донецкая область.